Большую туристическую тропу вокруг Красноярска будет строить московский подрядчик «Капиталстрой». При начальной цене контракта в 17,3 миллиона рублей, москвичи проведут работы дешевле почти за 15 миллионов. Известно, что на аукцион заявлялись два участника, но вторую фирму не называют. Енисейская тропа – это 50-километровый амбициозный проект красноярских спортсменов-хайкеров. Первый участок маршрута пройдет от села Зыково через Черную Сопку и Таргашинский хребет. Подрядчик должен установить указатели, путеводные камни, арт-объекты и оборудовать два укрытия. Выполнить работы нужно до конца октября. А дальше еще несколько коротких новостей. Крупный пожар на складе с зерном произошел под Красноярском, в Атаманово. В 6 утра вспыхнула кровля здания, огонь охватил 1500 квадратных метров. Через два часа спасатели справились с возгоранием. Пострадавших нет. В Дудинку пришли серьезные потопы. Под водой оказались дороги и дворы. Частично затоплены дома и машины. Зимой губернатор края предупреждал местных чиновников, что снег нужно убирать. И вот сугробы растаяли. Краевая прокуратура уже заинтересовалась ЧП. Администрацию и подрядчиков, которые должны были вывозить снег, ждут проверки. Полицейские за 40 минут проехали больше 100 километров, чтобы доставить ребенка без сознания в больницу. На трассе недалеко от Уяра к дежурившим инспекторам обратился водитель Лэнд Крузера и сообщил, что его двухлетнему сыну плохо. Отец вез ребенка в больницу в Красноярск, но боялся не успеть из-за пробок. Старший лейтенант полиции Владимир Николаев и лейтенант Виталий Серегин посадили малыша с матерью в патрульную машину и помчали в столицу края. Меньше чем за час добрались до 20-й больницы. Ребенок в порядке. Полицейские остановили полные автобусы иностранцев в Ленинском районе. Силовики провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Задержали 15 человек и привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания. Пятерых депортируют из России. Накажут и водителя «Газели», который за раз пытался перевезти 22 человека. Завтра 12 домов в Советском районе останутся без холодной воды. Отключения будут на Молоково, Алексеево и Батурино. Краском готовит сети к зиме. Полный и точный список адресов можно посмотреть на сайте город Прима. До этого коммунальщики анонсировали полную остановку водозабора на Татышеве. Но большинство работ получилось выполнить без масштабных отключений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова